Во имя Царь и Святаго Духа Святитель Иоанн Златоуст в 10 беседе. Это 2 Послание к Коринфянам значит, размышляет о страшном суде и до нас доносит представим себе, что уже наступил страшный суд Христов Пусть каждый испытает совесть свою И вообразит, что пришел судья И все открывается И делается явным Ибо мы не только будем предстоять Но и будем обличены на этом суде Не краснеете ли вы Не смущаетесь ли от всего Но если и ныне Когда еще и не наступил День суда Когда мы просто Напоминаем о нем И только мысленно его Представляем Совесть привела на смущение То, что будет с нами Когда действительно наступит день тот Когда вся вселенная предстанет на суд Все ангелы, архангелы И другие небесные силы Когда люди будут стекаться От всех концов земли Восхищаемые на облаках Когда все будут объяты страхом Когда повсюду вострубят трубы И отойти с бесчестием Одно это Сколь великое было бы наказание Если и ныне Когда царь входит со своей свитой В какой-то город Каждый из нас Сознавая свое убожество Не столько получает удовольствие От этого зрелища Сколько печали От того, что Нисколько не может участвовать В великолепии окружающим его И не находится близ него То что будет при встрече царя небесного Неужели ты почитаешь маловажным наказанием Не быть включенным в этот сон ликующих Не быть удостойным неизглагованной этой славы Быть отлученным далеко и навсегда От этого торжества и тех неизлеченных благ Но когда и мрак, и скрежет зубов И неразрешимые узы, и черв неумирающий И огонь неугасающий И скорби, и теснота И страждущий в пламени язык Как это случилось с богачом Будут уделом человека Когда мы будем испускать вопли И никто не будет слышать нас Будем стенать, терзаться от невыносимых болезней И никто не будет внимать тому Будем всюду озираться И ниоткуда не получим утешения С чем сравнить жребий бедствующих таким образом Какие души несчастнее этих Какие достойнее сожаления Ибо если, входя в темницу И видя воной одних иссохшими от печали Других обременяемыми оковами И страждущими от голода Иных заключенными во мраке Мы приходим в ужас Цепенеем и всячески остерегаемся Как бы не попасть в это место То, что будет с нами Когда насильно повлекут нас в гиену Не из железа оковы там Но из огня Никогда не угасающего И не таковы у нас будут Приставники там Чтобы можно было когда-нибудь Привести их в сострадание Это будут ангелы На которых и взглянуть устрашимся Потому что они чрезвычайно будут Раздражены против нас За нашу непокорность Богу Там не так, как здесь Для облегчения бедствия твоего Не принесут тебе Один серебра, другой пищи Иное утешительное, отрадное слово Там все будут чужие Даже иной Иов и Даниил И хотя бы увидели кого Из своих родных страждущими Не согласятся тогда Ходотайствовать за несчастных Ибо тогда отнимется у нас Всякое сострадание Свойственное теперь природе нашей Поскольку и благочестивые дети Имеют нечестивых родителей И благочестивые родители Нечестивых детей То, чтобы радость праведника Всегда была чиста и светла И чтобы наслаждающиеся благами Не возмущались состраданием То есть самое, говорю вам Сострадание у них отнимется И они вместе с Господом Воспылают гневом Даже против единокровных своих Ибо если и теперь Самые обыкновенные родители Иногда отказываются от детей Своих И исключают их Из своего родства Когда увидят их Живущим и распутно Тем более так поступят Тогда праведники Посему никто Не надейся иметь утешение В той жизни Ничего не сделав Доброго в здешней Хотя бы кто имел Бесчисленное множество Праведных из своих предков Всем должно получить Соответственно тому Что он делал Живя в теле Доброе или худое 2 Коринфянам 5 глава 10 стих Мне кажется Что апостол Здесь Разумеет и блудников И каких Так и всех других Грешников Желает привести Страх Ожидающими Их наказаниями Посему Воспользуемся и мы Его угрозами Если тебя Полит огонь Похоти плотской Противопоставь ему Огонь Гиенский И огонь Похоти твоей Тот час погаснет И исчезнет Хочешь ли Сказать что-нибудь Гнусное По мысли О том Скрежете зубов И страх этого Обуздает язык твой Желаешь ли Сделать какое Похищение Послушай Что судья Этот Повелевает И говорит Связав ему руки И ноги Возьмите его И бросьте во тьму Внешнюю Отфея 22.13 И таким образом Изгонишься Эту страсть Если ты Предом пьянству Ведешь жизнь Невоздержную Послушай что говорит Богатый Этот Пошли Лазаря Чтобы омочил Конец перста Своего В воде И прохладил Язык мой Ибо я мучаю Из пламени Сем И не получил Он помощи Читаем Лукаш 16 глава 24-25 стихи Вангелия Луки Часто Приводя Это На память Наконец-то Отстанешь От страсти И невоздержания Если ты Любишь Увеселение Рассуждая О тесноте И скорбях Имеющих быть там После сего Ты и думать Не станешь Об увеселениях Если ты Жесток И не милосерд То почаще Пропинай Тех Дев Которые За то Что погасли Их светильники Не были допущены В чертог Жениха И ты Скоро Сделаешься Человеколюбивым Не родив Ты И беспечен Размышляй О судьбе Скрывшего Талант свой И ты Сделаешься Быстрее огня Тебя Снедает Страсть Как бы Завладеть Достоянием Ближнего Твоего Воображай Непрестанно Того Неумирающего Черевя И этим Образом Легко Освободишься И от Такой Болезни И все Прочие Слабости Твои Справишь Бог Ничего Не заповедал Нам Трудного И тяжкого Отчего Тоже кажутся Нам Тяжкими Заповеди Его От нашего Расслабления Ибо Как самое Трудное При нашем Старании И ревности Делается Легким И удобоисполнимым Так и Легкое От нашего Разлинения Делается Тяжелым Рассуждая О всем этом Мы должны Смотреть Не на то Как одни Предаются Роскоши И невоздержанию А на то Каков Конец их Будет Но конец Их В здешней Жизни Гной И уточнение Плоти А в будущем Червь И огонь Равно Должно Смотреть Не на то Как другие Похищают А на конец И жизни А их В этой жизни Снедает Беспокойство Страх Мучения Совести А в будущее Ожидает Неразрешимые Узы Мы должны Рассуждать Не о людях Славолюбивых А о том Что следует За словолюбием За ним Последует Ласкательство И лицемерие Здесь А там Невыносимое Мучение И вечное Пламя Таким образом Размышляя Всем Сами С собой Противопоставляя Те или другие Размышления Нашим Злым Пожеланиям Мы Скоро Изгоним Из себя И любовь К настоящим Благам И возжем В себя Любовь К будущим И так Вожжем Воспоминим Эту любовь Ибо Если Одна мысль О благах Небесных Даже Неясная Столько Доставляет Нам удовольствия То подумай Сколь Должно Принести Радости Самое Наслаждение Ими Блаженны Сто крат Блаженны Наслаждающиеся Этими благами Напротив Достойны Сожаления Сто крат Несчастны Те Которые Претерпевают Мучения И так Чтобы нам Быть в числе Первых А не в числе Последних Возлюбим Здесь Добродетели И таким образом На следующем Будущем Блага Которые Да поможет Бог Всем нам Получить Благодартию И человека Любим Господа Нашего Иисуса Христа С которым Отцу Со Святым Духом Слава Держава Честь Отклонение Ныне Присно И во Веки Веков Аминь Аминь Аминь